В Копенгогене есть улица с забавным названием Хусхенстроиде. Почему она так называется и что означает это название? Слывет оно немецким, но, право, немцы тут ни при чем. Следовало бы выговаривать, Хаускан, а выговаривают, Хусхен, Хаусканстроид, же значит, улица маленьких домиков. В ней и правда ютились домишки, вроде деревянных ярмарочных балаганчиков, разве чуть побольше да с окошками? Но стекол в окнах не было, их заменяли роговые пластинки или бычьи пузыри, в то время стекло еще было так дорого, что не всем по карману было вставлять его в окна. Давно это было, так давно, что даже прадедушкин прадед, рассказывая о тех временах, называл их старыми временами. Не одно столетие прошло с тех пор. В Копенгогене вели в те времена торговлю богатые купцы из бремена Любека, разумеется, не сами, а через своих приказчиков. Последние-то и занимали эти деревянные лачуги на улице маленьких домиков, в нижнем этаже каждого домика находилась лавочка, где шла торговля пивом и пряностями. Немецкое пиво в те времена славилось, и сколько сортов его было. И бремер-прусское, и эмское, и брауншвейгское. Из пряностей же бойко торговали шафраном, анисом, имбирем, а байчей и сего, перцем. Перец являлся главным предметом торговли, оттого и немецких приказчиков прозвали в Дании перечными молодцами. Хозяева брали с них обязательство не жениться на чужбине, они и не женились, доживали до старости холостяками. Некому было о них позаботиться, обшить, обмыть, самим приходилось им хлопотать по хозяйству, самим тушить огонь в очагах, тем, у кого он разводился. Многие, как сказано, доживали так до глубокой старости, у них заводились свои вкусы, свои привычки, и старые холостяки кое-как коротали свой век. С тех пор-то и вошло в обычай величать пожилых и неженатых мужчин перечными молодцами, по-дацки, старый холостяк, Пэберсвэнд, т. е. перечный молодец. Примеч. Перев. Все это нужно знать, чтобы понять рассказ. Над холостяком все подсмеиваются, пусть дескать нахлобучит свой ночной колпак да заваливается на боковую. О холостяках даже песенку сложили. Пили, пили дрова. Ты, старый холостяк. Седая голова. Твой друг, ночной колпак. Да, вот что поют о них. Смеются и над холостяком, и над его колпаком, потому что мало знают о том, и о другом. Ах, никто не пожелай себе этого ночного колпака! Почему так? А вот послушай! В те времена на улице маленьких домиков не было мостовой, и люди попадали из колдобины в колдобину, словно на изрытой проезжей дороге. А что за теснота там была? 1Домишки лепились один к другому, и между двумя противоположными рядами их оставался такой узенький проход, 6что летом с одного домика на другой перекидывали парусину, надо всей улице образовывался навес, под которым так славно пахло перцем, шафраном и имбирем. 1За прилавком мало попадалось молодых приказчиков, больше все старики. 6Но не подумай, что все они носили парики или ночные колпаки, короткие кожаные панталоны до колена куртки или кафтаны, застегнутые на все пуговицы. 9Нет, так и отдаевался прадедушкин прадед, в таком костюме он и на портрете написан. 1Перечным молодцам же не по карману было заказывать свои портреты, а стоило бы списать портрет хоть с одного из почтенных стариков в то время, 9как он стоял за прилавком или шел в праздник обедня. 0Наряд их состоял из широкопалой с высокой тульей и шляпы, приказчики помоложе часто украшали свои шляпы пёрышками, шерстяной рубашки, 6прикрытые отложным полотняным воротничком, куртки, застегнутые наглухо, плаща и панталон, всунутых в широконосые башмаки, 8чулок они не носили. 6За поясом каждого был заткнут нож, ложка и еще большой нож для защиты, в те времена случалась в этом нужда. 9Так одевался по праздничным дням и старый Антон, один из старейших обитателей улицы Маленьких Домиков, 0только вместо шляпы он носил шапку с длинными наушниками, а под ней, вязанный колпак, настоящий ночной колпак. 9Старик так привык к колпаку, что не мог обойтись без него ни днем ни ночью, и у него так и было заведено два колпака для смены. 9Вот с Антона-то и стоило бы списать портрет, худ он был, как щепка, вокруг рта и глаз ежились сотни морщинок, пальцы были длинные, 9костлявые, над глазами нависли густые седые брови, над левым же торчал целый пучок длинных волос, который если и не украсил Антона, 9то служил характерной приметой. 9Люди считали Антона бременцем, но в Бремене жил только его хозяин, сам же он был из Тюрингии, из города Айзенаха, что близ Вартбурга. 9Но о родине своей Антон не любил особенно распространяться, зато много думал о ней. 9Старые приказчики нечасто виделись друг с другом, каждый больше держался в своем уголке. 9Заперлись лавочки рано, и домишки сразу погружались во мрак, лишь из крошечного рогового окошечка чердачной каморки, 6ютившейся под самою крышей, чуть светился огонек, старичок, обитатель каморки чаще своего сидел в это время на своей постели с немецким молитвенником в руках и напевал 9вечерний псалом или же далеко за полночь хлопотал по хозяйству, прибирая то одно, то другое. 9Несладко-то жилось ему, чужой всем, на чужбине, что уж за житье. 9Никому до него нет дела, разве станет кому поперек дороги. 1Улица в глухую, темную, ненастную ночь смотрелась такой пустынной, мрачной, на всю улицу приходился один фонарь, да и тот висел в самом конце ее, 9перед нарисованным на стене образом Божьей Матери. 9Слышался лишь плеск воды, сбегавший по деревянной обшивке набережной, другой конец улицы выходил на канал. 9Таким вечером и конца не бывает, если не займешься чем-нибудь. 9А чем заняться старому холостяку? 9Развертывать и завертывать товары, свертывать, фунтики, чистить вес и не приходится каждый день, надо, значит, заняться чем-нибудь другим. 9Старый Антон и находил себе занятие, сам чинил свое платье, сам ставил заплатки на сапоги. 9Улегшись же наконец в постель в своем неизменном колпаке, он обыкновенно нахлобучивал его пониже, но вслед затем опять приподнимал его, чтобы посмотреть, 9хорошо ли погашенная свечка, ощупывал ее на столике и прижимал фитиль двумя пальцами, потом ложился опять, повертывался на другой бок и опять надвигал колпак на 9брови. 9Но часто в эту самую минуту ему приходила мысль, а прогорели ли все угрья в грелке, оставленной внизу, в лавочке, потухло ли золо? 9Довольно ведь одной искорки, и не миновать беды! 5И он вставал с постели, осторожно слезал с крутой лесенки, лестницей ее и назвать было нельзя, и, добравшись до грелки, убеждался, 6что в ней не тлелась ни уголька. 9Теперь можно было вернуться обратно в свою каморку, но часто еще на полдороге его брало сомнение, заперт или на крюк двери и ставня, 9и он снова ковылял на своих тонких ногах вниз. 9Дрожь прохватывала его, зубы так и стучали, когда он опять добирался до постели, известно, что дрожь тогда-то и принимается хорошенько трепать человека, 9когда видит, что тот спасся от нее в теплую постель. 9Антон повыше натягивал на себя пуховик, в дыне и до сих пор, особенно среди сельского населения, принято спать зимой под тонкими перинами вместо одеял. 9- Примеч! Перев! 9- нахлобучивал Колпак на глаза, и мысли его наконец отрывались от дневных хлопот и забот, но не на радость ему. 9На смену тревогам и заботам настоящего являлись воспоминания прошлого и развешивали перед ним на стене свои узорчатые ковры. 9Но в них часто попадаются острые булавки, уколют так, что невольно закричишь от боли, а если воткнутся тебе в живое тело поглубже, 9даже слезы прошибут. 5Падая на пуховик или на пол, эти чистые, прозрачные, как же мчужины, слезы звенят, словно лопаются на болевшие сердечные струны. 9Слезы скоро испаряются, но вспыхивают перед тем ярким пламенем и успевают осветить картину прошлого, одну из тех, 6что никогда не сглаживаются из памяти. 2Антон отырал эти слезы ночным колпаком, и слеза, и картины стирались, на источниках, разумеется, оставался, источником было ведь сердце старика. 9Картины жизни являлись ему не в том порядке, в каком они следовали друг за другом в действительности, чаще своего рисовались самые печальные, 4мрачные, но являлись и светлые, радостные, эти то и наводили на него самую сильную грусть, сгущая тени настоящего. 9- Хорошие датские буковые леса! 9- говорят у нас, но для Антона буковые леса в окрестностях Вэртборга были куда лучше. 9Мощнее, почти не датских казались ему родные немецкие дубы, росшие вокруг гордого рыцарского замка, 9где вьющиеся растения обвивали каменистые скалы, слаще благоухали для него родные цветущие яблони, нежели датские. 8Он все еще как будто вдыхал их аромат. 7Слеза скатилась, зазвенела и вспыхнула, ярко осветив двух играющих детей, мальчика и девочку. 9У мальчика были красные щеки, светлые кудри и честные голубые глаза, он был сыном богатого торговца, звали его Антоном. 9Да, это он сам. 9У девочки же были черные глаза и черные волосы, умный и смелый взгляд, это была дочка городского головы, Молли. 6Дети играли яблоком, трясли его и прислушивались, как гремят в нем зернышки. 9Потом они разрезали яблоко, и каждому досталась половинка. 9Зернышки они тоже поделили и съели все, кроме одного. 9Его надо было закопать в землю, так придумала девочка. 9- Вот увидишь потом, что из него выйдет. 9Ты и не ожидаешь, что? 9Целая яблоня, только не сейчас. 9И дети принялись хлопотать зернышком, достали цветочный горшок с землей, мальчик проткнул в земле пальцем ямку, девочка положила туда зернышко, 9и оба старательно закопали его. 9- Только смотри не вздумай завтра вытаскивать зернышко, чтобы поглядеть, пустило ли оно ростки! 9- сказала Молли Антону. 9- Этого нельзя! 9Я вот так сделала со своими цветочками всего два раза, я хотела поглядеть, растут ли они, тогда я еще не понимала, что этого нельзя, 9и цветочки погибли. 9Цветочный горшок остался у Антона, и мальчик каждый день подходил к нему поглядеть, не выросло ли чего-нибудь, но, кроме черной земли, 9в горшке ничего не было. 9Наконец настала весна, солнышко стало пригревать теплее, и из земли выглянули два крошечных зеленых листочка. 9- Это я с Молли! 5- сказал Антон. 8- Вот чудесно-то! 5Скоро появился и третий листочек, а это кто же? 5Потом еще и еще. 1День за днем, неделя за неделей, и из зернышка выросло целое деревце. 9Все это осветила одна слезинка, вот ее стерли, и все исчезло. 8Но источник слез был неиссякаем, источником было ведь сердце старого Антона. 8Близо Зенахо проходит гряда каменистых возвышенностей, круглая вершина одной из них совершенно оголена, ни деревца, ни кустика, 9ни травки, зовут ее Горой Венеры, по преданию, здесь жила Венера, древняя языческая богиня, но немцы переименовали ее в госпожу Голли, 9которую знает во зенахе каждый ребенок. 9Она заманила к себе благородного рыцаря Тангейзера, Минни Зингера из Вардбурга. 9Молли и Антон часто подходили к горе, и раз девочка сказала, 9- Ну-ка, постучи и крикни, 9- Госпожа Голли, госпожа Голли! 8Отвори Тангейзеру! 9Антон не посмел, а Молли посмела, но громко и ясно она сказала только, 9- Госпожа Голли, госпожа Голли, остальное же пробормотало так невнятно, что, по мнению Антона, ничего, собственно, и не сказал. 9Смелая была эта Молли! 9Такая смелая, что одна из всей толпы сверстниц целовала Антона, хотя хотелось всем, 9именно потому, что он не хотел и отбивался от поцелов руками и ногами. 9- Я смею его поцеловать! 9- Говорила Молли гордо и обвивала шею Антона рукой. 9Это было ее торжеством, Антон же покорялся ей, вовсе не думая о том, что делает. 9Ах, какая она была хорошенькая, какая смелая! 9Госпожа Голли, что жила в Голли, тоже, говорят, была хороша собою, но ее красота была соблазнительной красотой зла. 9Высшей красотой считалась, напротив, красота святой Елисаветы, покровительницы страны, благочестивой тюринбской герцогини, доброе дело которой живут в легендах и сказаниях, 6освещающих здешнее место. 9В часовне висел ее образ, а перед ним, серебряная лампада. 9Но святая Елисавета нисколько не была похожа на Молли. 9А яблонка, которую посадили дети, росла да росла, так что, наконец, пришлось пересадить ее в сад, под открытое небо, где ее кропила росою, 3прегревала солнышком, и она окрепла настолько, что могла выдержать и зиму. 9Весной же, словно от радости, что пережила суровую зиму, она зацвела и осенью принесла два яблочка, одно для Молли и одно для Антона, 0меньше уж никак нельзя было. 9Деревце торопилось расти, Молли не отставала, она напоминала своею свежестью цветок яблони, но недолго Антону пришлось любоваться на этот цветок. 9Все проходит, все изменяется. 9Отец Молли оставил родину и уехал с Молли далеко-далеко. 9В наше время торжества пары понадобилось бы всего несколько часов, тогда же надо было ехать больше суток, чтобы добраться до того города, 9куда они уехали. 9Он находился восточнее Айзенаха, совсем в другом конце страны, это был город Веймар. 9Молли плакала, и Антон плакал, все эти слезы соединились теперь в одну, отливавшую яркими радужными красками, Молли ведь сказала Антону, 9что любит его больше всех прелестей жизни в Веймаре. 9Прошел год, два, три. 9За это время от Молли пришло два письма, одно привез с собой торговый комиссионер, другое, какой-то проезжий. 9Дорога была длинная, трудная, извивавшаяся мимо разных городов и местечек. 9Всякий раз, как Антон с Молли слушали легенду о Тристане и Изальде, ему почему-то казалось, что говорят про него и Молли, 9хотя имя Тристан означало, рожденный для скорби, а это совсем не подходило к Антону. 9Ему же не придется, как Тристану, вздыхать, 9она забыла меня. 2Изальда, впрочем, и не забывала друга сердца, и, когда оба умерли и были похоронены по разные стороны церкви, 9на могилах их выросли две липы и сплелись ветвями над церковной крышей. 9История эта казалась Антону такую поэтическую и такую печальную. 9Но в его отношениях с Молли не могло быть ничего печального, и он принимался насвистывать песенку Минезингера-Вальтера фон дер Фогельвейде. 9Ах, под липой, в степи! 8Особенно дивно звучали следующие строфы. 9Раздаются из леса душистого. 0Тиндорадой! 9Трель певца, соловья голосистого! 9Песня эта вечно вертелась у него на языке, он напевал и насвистывал ее и в ту ясную лунную ночь, когда несся на коне в Веймарной Вестить-Молли, 9он хотел явиться нежданным гостем, так и вышло. 5Приняли его ласково, вино запенилось в бокалах, он встретил здесь веселое, знатное общество, нашел уютную комнатку и мягкую постель, 9и все же, ни того же дал он, ни о том мечтал. 9Он сам не понимал себя, не понимал других, но мы-то поймем, в чем было дело. 9Можно быть хорошо принятым в доме, в семействе и все-таки чувствовать себя чужим, разговоры ведешь, как в почтовую карете, знакомишься, 6как в почтовую карете, стесняешься, желаешь или сам уйти, или как-нибудь спроводить своего доброго соседа. 9Нечто подобное испытал Антон. 9Я честная девушка! 9- сказала ему Молли. 9- И сама хочу сказать тебе все! 9Многое изменилось с той поры, как мы были детьми. 9Перемены и внешние, и внутренние. 9Привычка и желание ничего не могут поделать сердцем. 9Антон! 9Уезжая отсюда далеко-далеко, я не желала бы расстаться с тобою, как с недругом. 2Верь мне, я расположена к тебе, но любить тебя так, как, я знаю теперь, можно любить другого человека, я тебя никогда не любила! 9Примирись с этим! 9Прощай, Антон! 9И Антон отвечал, прощай! 9Ни одной слезинки не выступило у него на глазах, но он понял, что перестал быть другом Молли. 9И раскаленные и замерзшие пластинки железа одинаково сдирают кожу с губ, если станешь целоваться с ними, Антон же одинаково крепко целовался и с любовью, и с ненавистью. 9Не прошло и суток, как Антон был уже дома. 9Зато он и загнал лошадь. 9- Пусть! 9- Сказал он. 9Я сам загнан и хотел бы загнать, уничтожить все, что напоминает мне о ней, госпожи Голи, госпожи Голи, госпожи Венере, проклятые язычницы! 9Яблоню я вырву с корнем, изломаю в куски. 9Не цвести ей больше, не приносить плодов! 9Но не дерево было сломлено, а сам Антон, жестокая лихорадка уложила его в постель. 9Что же могло поставить его на ноги? 9Подоспело лекарство, самое горчайшее из всех, которое встряхивает больное тело и изнывающую душу, 9Удар судьбы, отец Антона разорился. 9Тяжелые дни, дни испытаний стучались в дверь, беда уже вломилась в нее, хлынула в когда-то богатый дом волною. 9Отец Антона обеднел, горе заботы надломили его здоровье, и у Антона нашлись занятия, кроме любовной хандры да злобы на Молле. 9Теперь он должен был заменить в доме и хозяина, и хозяйку, распоряжаться всем, привести в порядок все. 9Потом пришлось покинуть родину, идти на чужую сторону зарабатывать кусок хлеба. 9Отправился он в бремен, немало изведал нужды Игоря, а это либо закаляет душу, либо расслабляет ее, иной раз даже чересчур. 9Как, однако, не соответствовали светолюди сложившемуся у него в пару детства представлению о них? 9- О песне Минезингеров, что они такое? 9- рассуждал он теперь. 6- Звук пустой! 0Но иногда в его душе опять звучала сладкая мелодия, и он смягчался. 9- Бог все устраивает к лучшему! 9- говорил он себе. 8- И хорошо сделал он, что не дал Молле привязаться ко мне сердечно. 9К чему бы это привело теперь, когда счастье отвернулось от меня? 9Она толкнула меня раньше, чем могла знать или предполагать о моем разорении. 9Бог оказал мне милость! 9Все было к лучшему! 9Он устраивает все премудро! 9Она не была и виновата ни в чем, а я-то возненавидел ее! 9Годы шли! 9Отец Антона умер, чужие люди поселились в родном доме. 9Антону пришлось все-таки увидать его еще раз. 9Хозяин послал его по торговым делам, и ему случилось проезжать через свой родной город Айзенах. 9Старый замок Вартбург стоял на скале по-прежнему, по-прежнему окружали его каменные, монахи, и, монахини, и мощные дубы, все было, как во времена его детства. 9Гора Венеры по-прежнему блестела на солнце своей серой голой вершиной. 9Как охотно постучался бы в нее Антон и сказал, госпожа Голи, госпожа Голи! 9Отвори мне, укрой меня в недрах родной земли! 9Грешная это была мысль, и он осенил себя крестом, тут в кустах запела птичка, и Антону вспомнилась старая песня, 9раздается из леса душистого, 1- Тиндорадой! 9- Трель певца, соловья голосистого! 9Сколько воспоминаний пробудилось в его душе при виде города, где протекло его детство, слезы застилали его глаза! 9Отцовский дом стоял все на том же месте, но часть сада была уничтожена, отошла под проезжую дорогу, и яблони, которые он так и не вырвал, 9отчутилась вне сада, по ту сторону дороги. 9Но солнышко по-прежнему пригревало ее, роса кропила, и ветви ее гнулись под обилием плодов к самой земле. 9- Растет в себе! 9- сказал Антон. 9- Что ей делается? 1Но одна из самых больших ветвей яблони была надломлена чьей-то шальной рукой, ведь дерево стояло у проезжей дороги. 9- Обрывают ее цветы, не говоря даже спасибо, крадут плоды и ломают ветви. 9Да, и про дерево можно сказать то же, что говорится иногда про человека, не пели над его колыбелью, что ему придется когда-нибудь стоять вот так. 0Заря его жизни занялась так ярко, красиво, а что дала ему судьба? 9Садовому дереву пришлось расти возле канавы, в открытом поле, у проезжей дороги. 9Стоит оно тут одинокое, забытое, беззащитное. 9Все его теребят, ломают. 9Оно еще не винит от этого, но с годами цветов на нем будет все меньше, и плодов не будет вовсе, а потом и дереву конец. 9Вот что думал Антон по деревам, те же мысли часто бродили у него в голове в долгие бессонные ночи, которых немало провел он в своей одинокой коморке, 9в деревянной лачуге, на чужой стороне, на улице маленьких домика в Копенгогене, куда послал его богатый бременский купец, хозяин его, 9взяв с него сначала слова никогда не жениться. 9- Жениться! 9Хе, хе! 9- рассмеялся он странным, глухим смехом. 5Зима установилась в этот год рано, мороз так и трещал, на дворе разыгралась такая вьюга, что все, кто только мог, держались у себя в теплом углу. 9Оттого соседи Антона и не заметили, что лавочка старика не отпирался вот уже два дня, кто бы высунул нос в такую погоду, 9если только можно было оставаться дома? 9Дни стояли серые, мрачные, и в жилище Антона с маленьким подслеповатым оконцем долгая ночь сменялась лишь тоскливыми сумерками. 9Старый Антон два дня не вставал с постели, силы его оставили. 9Непогода давала себе знать ломотой во всем теле. 9Одинокий, беспомощный, оставленный всеми, лежал старый холостяк в кровати и едва мог даже дотянуться до кружки с водой, которую поставил у изголовья. 9Но вот в кружке не осталось больше ни капли. 9Уложила Антона в постель не лихорадка, не другая болезнь, а старость. 9Для Антона как бы наступила долгая-долгая ночь. 9Маленький паучок, которого Антон не мог видеть, весело и прилежно прял над ним свою паутинку, словно спеша приготовить новый, 7свежий траурный и креп к тому времени, когда старик закроет глаза. 9Антона одолевала тяжелая дремота. 9Слез у него не было, боли он тоже не чувствовал, а моли и не вспоминал. 9Ему казалось, что мир с его шумом и жизнью был уже не для него, он остался как-то в стороне, никому не было до него дела. 9Вдруг ему показалось, что он голоден и хочет пить. 9Да, правда, он ощущал и голод, и жажду. 9Но никто не приходил утолить их, никто и не придет. 9И он вспомнил о других голодающих, и о Святой Елисавете, покровительнице его родины и детства, благородной герцогине Тюрингской, 9которая сама заходила в жалкие лачуги и приносила страждущим надежду и облегчение. 9Благочестивые дела ее сияли в его памяти, он вспомнил, как она являлась к страдальцам со словами утешения, омывала их раны, 9приносила голодным пищу, хотя ее суровый муж и гневался на нее за это. 9Антон вспомнил и легенду о Святой Елисавете. 9Однажды она отправилась, по обыкновению, с корзинкой, наполненной съестными припасами, как вдруг ей преградил дорогу муж, 6следивший за каждым ее шагом, и спросил, что у нее в корзине. 9Святая в испуге отвечала, что роза из сада. 9Муж сорвал салфетку и, чудо совершилось для благочестивой женщины, вино и хлеб превратились в розы. 9Святая Елисавета не выходила из головы Антона, как живая стояла она перед его усталым взором, возле его кровати, в жалкой каморке, в чужой земле. 1Он обнажил голову, взглянул в ее кроткие глаза, и все вокруг него вдруг засияло, каморка наполнилась розами. 8Как они благоухали! 9К их аромату примешивался запах цветов яблоньи. 9Антон очутился под яблоней, осенявшей его своими ветвями. 9Она выросла из семечка, которое посадили когда-то в землю Антона Смоли. 9Дерево роняло свои благоухающие листья на пылающий лоб Антона, и они освежали его, на его запекшиеся губы, и ему казалось, 9что он вкушает хлеб и вино, на его грудь, и ему вдруг стало так легко, так захотелось забыться сладким сном. 9Теперь я засну! 8- прошептал он. 9- Сон подкрепляет! 0Завтра я опять буду здоров, опять встану! 9Как хорошо, как хорошо! 9Я вижу, как великолепно расцвела яблоня, выросшая из зернышка любви! 9И он заснул! 9На другой день, это был уже третий день, как лавка Антона не отпиралась, 9вьюга утихла, и соседи хватились старика. 9Его нашли мертвым в постели, в руках он крепко сжимал свой старый ночной колпак. 9Но его не положили с Антоном в гроб, в запасе был еще один, чистый, ненадеванный. 9Куда же девались теперь все слезы Антона? 5Куда девались эти же мчужины? 9Они остались в его ночном колпаке, ведь их нельзя было отмыть никаким мылом, они так и остались в колпаке скрытыми и забытыми. 9Мысли и думы тоже остались в колпаке старого холостяка. 9Не пожелай его себе! 9Лоб твой разгорячится, пульс забьется ускоренно, и тебе приснятся сны, похожие на действительность. 9Это пришлось испытать первым же, кто надел колпак, а случилось это спустя целых пятьдесят лет. 0Надел его сам городской голова, человек женатый, отец одиннадцати детей, живший в свое удовольствие, 9и ему сейчас же приснились во сне несчастная любовь, банкротство и борьба из-за куска хлеба. 9- Фу, как этот колпак греет! 9- Сказал он, срывая его с себя, и из колпака выкатилась жемчужинка, потом другая, как они зазвенели и заблестели! 5- Это ревматизм! 9- Решил голова. 9- И в ушах звенит, и из глаз искры сыплются. 9А это были слезы, пролитые пятьдесят лет тому назад стариком Антоном из Айзюнаха. 9И кому не попадал этот колпак на голову, тому сейчас снились подобные же сны, он как будто сам переживал историю Антона. 9Выходила целая сказка, да и не одна. 9Но пусть рассказывают их другие, а мы одну уж рассказали и кончим ее словами, 0Никто не пожелай себе колпака старого холостяка!